Люди в основном страдают из-за того, что они ничего не понимают. Они вот действуют, как им сердце подсказывает. Оно обычно подсказывает не так, как надо, как по судьбе положено, понимаете? Я тоже не сразу все понял в этой жизни. Я не понял, не сразу не понимал, как правильно. Я увидел сейчас, что люди постоянно бубнят на правительство, ворчат на свое, видят недостатки в своей вере, критикуют лидеров веры своей постоянно. Это означает, что они недостойны мира. Вот представьте, если те, кто бубнят, Бог будет делать так, как они хотят. Будет хаос просто. Потому что даже просто лидеру, который управляет в обществе, ему нужно много-много лет, чтобы разобраться в том, чтобы делать как надо. И еще много-много лет, чтобы это силы, ресурсы собрать. А заменить человека опять много-много лет, чтобы ему окрепнуть. И не факт, что он сможет это сделать. И так далее. Просто страна потом в хаос входит. Вот сейчас американцы президента поменяли. И такой хаос там начался. Куча народа вообще из страны уехала. Просто там всю страну будоражит. Это признак неправильного мышления просто. И все. То же самое на Украине происходит. Просто неправильное мышление. Когда приезжаю туда лекции читать, говорю, хватит вам ругаться на свое правительство. Оставьте их в покое. Дайте возможность людям управлять. Иначе будет хаос, и вы никогда не будете в этой стране счастливы. Пускай ошибаются, учатся на своих ошибках.